Я думаю, что в этом зале ни для кого не нужно говорить о значимости мультипараметрической магнитно-диссонансной томографии в отношении диагностики клинической значимости в ракопредставительной железы. И стало это возможным и доступным благодаря разработке и введению руководства по системе оценки изображений предоставительной железы, так называемой шкалой Параза в 2012 году. В последующем эта шкала претерпела две редакции, одна из них в 2015 году, последняя в 2019 году. И в настоящее время в своей практике рентгенологи применяют версию 2.1, которая включает, напомню, 5 баллов. Первые два из них – это баллы Парец, которые свидетельствуют о низкой и очень низкой вероятности наличия ракопредставительной железы у пациентов. Балл Парец 3 расценивается уже как подозрительный в отношении клинической значимого ракопредставительной железы. И балл 4 и 5 Парец свидетельствует о высокой вероятности клинической значимого рака предстоятельной железы, и, как мы с вами хорошо знаем, эти пациенты являются кандидатами для обязательного выполнения биопсии предстоятельной железы. О значимости шкалы ПАРЦ в отношении выявления клинических значимого рака предстоятельной железы было показано во многих клинических исследованиях, и в одном из последних опубликованных метаанализов, включавших более тысячи пациентов, показана прогностическая значимость этой шкалы для каждого из баллов ПАРЦ. Мы видим, что для ПАРЦ-3 выявление клинически значимого рака составляет 17% и увеличивается до 75% при баллах ПАРЦ-5, и для выявления всех случаев рака до 90% при баллах ПАРЦ-5 по данным МРТ. Если говорить о прогностической значимости в отношении диагностики рака, то здесь мы с вами видим много исследований и доказанная эффективность этой шкалы. В отношении применения этой шкалы для пациентов с уже установленным диагнозом рака предстоятельной железы остается по-прежнему много вопросов. Рядом авторов принимались и по-прежнему ведутся работы, показывающие значимость этой шкалы, ее прогностическую способность. И позволим себе представить два наиболее интересных исследования, которые представлены были нашими коллегами из Кореи в 2022 году, включавшие более тысячи пациентов. В исследовании определялась корреляция шкалы ПАРЦ с негативными результатами в послеоперационном периоде у пациентов, подвергнутых радикальной простатоктомии. В своем исследовании авторы получили следующие данные, что баллы ПАРЦ 4 и 5 коррелировали с увеличением градации Глиссона в послеоперационном периоде. Для пациентов, имевших балл ПАРЦ 3 и выше, шкала ПАРЦ предсказывала раки предстоятельной железы среднего и высокого риска и увеличение, мы видим, градации АСА больше трех. Сочетание баллов по шкале ПАРЦ 3 при биопсии, а также баллов 4 и 5 было достоверно сопряжено с повышением градации Глиссона у пациентов в послеоперационном периоде. Таким образом, авторы приходят к заключению, что балл ПАРЦ повышает прогнозирование значимого рака предстоятельной железы и должен учитываться при выполнении радикальной простатоктомии. В другом исследовании, не менее интересном, изучалось влияние шкалы ПАРЦ на также хирургические исходы негативные. Но здесь авторы посвятили свое исследование именно увеличению стадии опухолевого процесса. Также была доказана прогностическая значимость для баллов ПАРЦ 4 и выше. Достоверно было получено увеличение стадии опухолевого процесса для этих пациентов. Хочу обратить внимание на те результаты, которые авторы также приводят для балла ПАРЦ 3. Мы видим, что увеличение стадии опухолевого процесса происходило почти у 30%. И в заключении также авторы говорят в своей работе о том, что балл ПАРЦ 4 и выше также является независимым предиктором неблагоприятных хирургических исходов, таких как повышение стадии опухолевого процесса. Руководствуясь полученными данными, изучив литературу, мы инициировали в нашей клинике собственные исследования, в которые включили на текущий момент 40 пациентов с установленным, верифицированным раком предстоятельной железы. Стоит сказать, что все пациенты выполняли мультипараметрическое МРТ до биопсии. Все исследования были пересмотрены в нашей клинике одним врачом диагностики МРТ. Все морфологические материалы, как биопсийные, так и после выполненной радикальной простаотоктомии также пересматривались одним морфологом, что позволяет обеспечить большую точность исследования. И в исследования мы включали коллеги пациентов с низким грейдом. Почему такой выбор? Связано это с тем, что мы знаем увеличение стадии опухолевого процесса у этой группы пациентов, показанное во многих исследованиях, процент которого превышает 30. И поэтому мы решили посмотреть корреляцию именно в этой группе пациентов. Половине пациентов выполнялась роботическая простаотоктомия, и второй половине лапароскопическим доступом выполнялась радикальная простаотоктомия. 23% из группы промежуточного и высокого риска была выполнена тазовая лимфоденоктомия. Задача, которую мы ставили в исследование, посмотреть частоту повышения градации опухолей и стадии опухолевого процесса в послеоперационном периоде и рассчитать безрецидивную выживаемость. Пациенты. Как выглядели наши пациенты? Средний возраст составлял 62 года. Объем предстательной железы 43 кубических сантиметра. Распределение по стадиям вы видите. И также по шкале PIROTS на слайде стоит сказать, что мы включили в это исследование 5 пациентов с исходно-клинической стадии Т3А. Чуть позже я скажу о распределении стадии у этих пациентов. Какие результаты нами получены? Среди 40 пациентов повышение прогностической группы ISAP установлено больше, чем в половине случаев. Из них ISAP-2 имели 15 пациентов, что составляло 37%, 15% увеличения до ISAP-3, и у одного пациента наблюдалось повышение ISAP до четвертой группы. Повышение стадии опухолевого процесса диагностировано у четверти пациентов, причем за счет стадии ПТ3А у 7 и у трех пациентов за счет стадии ПТ3Б. Среди 23 пациентов, которым выполнялась тазовая лимфоденоктомия, у одного пациента были выявлены метастазы в лимфатических узлах. Подгрупповой анализ, посмотрев на группу каждого из пациентов, для пациентов, имевших группу ПТ3, их было 14, повышение градации ISAP произошло более чем в 50% случаев. Стадии опухолевого процента у 7,5%. Метастазов в лимфатических узлах выявлено не было ни у одного пациента, и среди них был пациент с одним положительным значимым хирургическим краем. Для пациентов группы ПРОТС-4. Три человека имели увеличение грейда, и один пациент увеличения стадии опухолевого процесса. И, наконец, самые значимые изменения происходили в группе ПРОТС. Более 60% увеличивали группу ISAP, и более 30% стадию опухолевого процесса. И у одного из этих пациентов были выявлены метастазовые лимфатические узлы. Медианное наблюдение составляло 12 месяцев. За это время ПСА-рецидив развился у одного пациента из группы как раз ПРОТС-3. Одногодичная безрецидивная выживаемость составила на текущий момент 97%. Таким образом, предварительные результаты, которые мы выносим для обсуждения, и которые мы видим из полученных результатов, что шкала ПРОТС действительно подтверждает прогностическую значимость в отношении клинически значимого рака предстательной железы. Также категория ПРОТС-3 по шкале не исключает наличие клинически значимого рака предстательной железы у пациентов. И сочетание категории 5 по шкале ПРОТС у больных с градирующей группой 1 по данным биопсии предстательной железы. Мы наблюдаем повышение градации в 68% случаев, а стадии опухолевого процесса практически в 40%. Мы продолжаем данное исследование и те перспективы, которые мы видим в данном изучении, что, возможно, эта шкала действительно позволит прогнозировать наличие биохимического рецидива и метастазирования в лимфатические узлы на дооперационном этапе, а также улучшать отбор пациентов для проведения нервосберегающих операций и обсуждения вопроса о проведении тазовой лимфоденоктомии. Благодарю за внимание.